МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Балу есть своя комната, свои игрушки, свой батут, свой зал для праздников, свой магазин игрушек и много что еще. Балу рад гостям, но не знает, как об этом рассказать. Придумай девиз для игровой комнаты Балу. Ждем ваши идеи по адресу конкурс ntvhsobakamail.ru до 20 ноября. Не забудьте указать в письме имя, фамилию, возраст, город проживания и номер телефона. Помоги Балу и получи приз. Пахнут и поднимают настроение. Вы, конечно же, догадались, что речь идет о цветах. Сегодня в программе «Деловые люди» мы познакомимся с человеком, который дарит праздник жителям Апатитов круглый год. Сегодня в программе. Где в Апатитах живет женское счастье? Есть поверье такое, что это растение приносит счастье. Из чего сделаны розы, орхидеи и другие популярные цветы. Розочки выполняются в очень реалистичном виде и очень хорошо смотрятся дома. Идеальный букет для учителя в подарок самому внимательному зрителю. Не пропустите викторину. Герберы, гиперикум, кустовая хризантема, и какие-то декоративные материалы, и зелень. Ольга, вы с хорошим настроением идете на работу? Обязательно. Всегда только с хорошим. А почему? Я, например, не всегда. Это же любимая работа. Любимая работа, да? И это важно. И это очень важно. Цветы мне не надоели. Цветы, в общем-то, наверное, вся моя жизнь. Это уже настолько вошло в нее, что без них, ну, как без воздуха. Ольга Драй, владельца студии цветов в Апатитах и в Кировске. Собственным магазином обзавелась лет 5-6 назад. Но профессионально в этой сфере она работает уже давно. В этом году в канун Дня учителя исполнится 18 лет, как Ольга живет в мире цветов. Этот день для меня знаменателен тем, что 18 лет назад я пришла подработать в цветы. И, в общем-то, осталась тут по сей день. Сначала вы были просто продавцом, правильно я так понимаю? Да, я была просто продавцом. И вообще на время декретного отпуска пришла поработать. И задержались? Да, и так получилось, что задержалась достаточно надолго. Тогда еще не было даже понятия флористика, когда все это начиналось. Многие какие-то оформления, какие-то вещи, это были привезены с разных мест, из области, из Питера. Смотрели, как там это все оформляется, как что делается. Вплоть до того, что даже покупалась просто упаковка. Просили, сделайте нам вот при нас, как вы это там делали, чтобы мы посмотрели. И потом отвезли все это сюда. Потом, конечно же, стали появляться там какие-то мастер-классы, какие-то выставки. Все это, конечно, посещалось очень много всего. За плечами Ольги Драй специальная школа флористов-дизайнеров. Как любой творческий человек, она способна увидеть красоту в чем угодно. Будь то пучок травы или веточки деревьев. На этот товар есть свой покупатель. Ведь главное – все грамотно оформить. И когда потом делаешь какие-то вот эти вещи для покупателей, когда у них глаза горят, это, наверное, самая большая благодарность и самая такая вот как отдача от работы. Причем, как говорят, каждый пять лет нужно менять работу, что-то такое. Я вот 18 лет здесь нахожусь, и я не представляю себя без этого. И все же, если говорить о предпочтениях клиентов, то большинство из них любят классику, а по течане, как правило, консервативно, отмечает Ольга. В приоритете букеты или просто цветы. На первом месте розы, на втором – хризантемы, тройку лидеров замыкают лилии. Букеты могут быть абсолютно разными. Вот это даже у нас помещен в коробочку, я так понимаю, да? Да, это дань моде. Чем удобно, принесли, поставили. Не надо думать ни о вазе, ни о чем. То есть, да, все как бы уже, все есть. То есть, цветочки питаются. И, в принципе, здесь как раз мы видим вот те самые цветы, которые мы распределили по местам. Роза, лилия и хризантемы. То есть, это зеленые, да? Да, это хризантемы, гвоздичка здесь использована. Сейчас модное направление – искусственные цветы дома. Цветочки очень хорошего качества. Они выполнены из хороших материалов, из латекса. Вот, они очень красиво смотрятся. Такую орхидейку можно поставить в горшочек, когда растение не цветет. И, в общем-то, будет смотреться красиво, декоративно. Также есть такие вот цветочки. Очень красивые. У нас покупатели очень часто путают их с живыми. Просят им продать их как живые. То есть, розочки выполняются в очень реалистичном виде. И очень хорошо смотрятся дома. Рассказать о цветах и создать идеальный букет Ольге помогают четыре сотрудницы. Две работают в Апатитской студии, две в Кировской. Как в любом маленьком коллективе, отношения здесь скорее дружеские, чем просто рабочие. Вот, очень близко, очень семейно. Вы или ваши сотрудницы можете дать даже рекомендации о том, как ухаживать за цветами. Ну, допустим, вот эта орхидея замечательная. Насколько она тяжела в обиходе и как долго цветет? Да, конечно, консультации мы даем обязательно. Минимальную информацию о выращивании растений, о содержании его в домашних условиях обязательно. Непосредственно орхидея достаточно легкое растение в выращивании дома. Хотя многие считают при слове орхидея, что это нечто очень сложное, и что это дома невозможно. Фальнопсы очень отзывчивые растения, очень хорошо растут в наших квартирах. В студии поселилось женское счастье. Такое название носит вот это растение с крупными листами и белыми цветами. Здесь ценят клиентов, особенно постоянных. Выбором места для магазина предприниматель довольна. Открыть студию по соседству с Академгородком среди людей интеллигентных и образованных приятно. Это вот такие вот уже люди, которые к нам уже приходят постоянно, да, те, которые, они здесь находятся рядом, им очень нравится, что здесь такой магазинчик симпатичный открылся, и они уже так приходят, многие как домой к себе, то есть они уже так все знают, знают девчонок, всех, кто работает, они с нами разговаривают, общаются, и не только по цветам, не только там, что где и как растет, да, могут прийти и просто поговорить. Поговорить о жизни, о цветах в горшках и букетах это помогает отвлечься от рутинных дел, связанных с ведением бухгалтерии и прочих предпринимательских забот. И очень еще зависит, наверное, от, что мы хотим от этой работы. Хотим просто зарабатывать деньги на ней, или мы хотим нести какое-то творчество, какую-то радость людям, да, то есть от этого тоже очень зависит. Просто вот все бросаешь, выходишь в зал, ты начинаешь заниматься чем-то, делать какие-то композиции, букеты, и в этом просто растворяешься, отдыхаешь какое-то время там. То есть, то есть смена деятельности получается, да, и этим и так можно жить. И так можно жить, да. Сейчас я соберу букет, который можно подарить на день учителя, в принципе, своему любимому преподавателю. В нем будут использоваться герберы, гиперикум, кустовая хризантема и какие-то декоративные материалы и зелень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наш букет к дню учителя готов. Похожий букет в канун дня учителя флористы соберут для самого внимательного зрителя, который первым правильно ответит на три вопроса. В эту пятницу, 29 сентября, в 21.05 в группе Народного ВКонтакте появятся видеопрограммы. Ждем ваши ответы в комментариях. Участвуйте в викторине и выигрывайте букет для своего любимого учителя. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова